Добрый ранец 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 экспозиции, которую плануется завершить на початку наступного месяца. Многие плачут, даже приезжают сюда. Но вспоминают, во-первых, очень много фотографий. Каждый просматривает, вспоминает свое детство, кто-то вспоминает свою юность. Вот это переселение очень страшно, фотографии у нас эти есть, и материала очень много. Поэтому для них это, конечно, как все начинается сначала, как в тот день, вот именно 26 апреля 1986 года. Олег Синтеров, Еген Макеенко, Телера до компании «Гомель». У белорусских школьников поджались весновые каникулы. У «Гомель» из мета и организации корыстного вольного часу для подлетков распачал работу городский военно-патриотичный лагер. Для школьников, которые находятся на разных видах улику, организована насыщенная программа. На протягу ты дня они будут спобурничать у интеллектуальных и спортивных гульнях, наведать разностайные выставы, встречаться с ветеранами Великой Чиной, правоохонниками и медиками. Первая половая дня будет присвечена патриотичному выхованию. Школьники наведают войсковую часть 55-25. У Гомельским областным музея военной славы примутю делу с поборництвах снайпер. Так само их чекают занятки по основах безпеки життедейности. У того, кто проявит себе левш за остатних, появится макшимость полепшить свою репутацию. Мы проводим еще бонусную систему. Определяем среди них самодисциплинированного участника, самого активного и лидера проекта. И вот если из этих ребят кто-то попадает в такой бонус самодисциплинированный, то мы пишем письмо на имя инспекции или на администрацию школы, ребенка этого снимаем с учета. То есть у него есть такой стимул показать себя, что он где-то может просто оступился, может не обязательно, что он плохой. Где-то такие бывают проступки, которые потом он и справляется. На минулых выходных вызначали переможцу отборочного тура международного конкурса фестивалю «Оптинская весна-2016». Финал творчого споборництва отбудется у маи у Калужской в области России. Конкурс с бяреттали на витых и каналцев народной песни с разных краин света. За отбором конкурсантов от Беларуси сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Перед початком гала-концерта у вазе присутных музычный перформанс. Зараз позитивного настроя гостям дарились модельные артисты Беларусского державного университета, информатики и радиоэлектроники. Ансамбль народной песни Гаманина иснуе уже чверста годдя. Что цикало, у его составе амальняма людей з музычной эдукацией. Пероважно специалисты технічного профилю. 25 лет мы, в общем-то, очень плодотворно работаем на ниве нашей традиционной культуры. В коллективе же технари одни, в общем-то. Кто-то закончил вуз, кто-то еще учится, кто-то в магистратуре учится, кто-то в аспирантуре учится, кто-то преподает уже. И все, в общем-то, находят свое какое-то место в нашем коллективе. Международный конкурс-фестиваль славянской народной песни «Оптинская весна» проходит у номинации «Сольный народный вокал». Удельники выконывают по одним творы духовной и народной тематики. Обовязковые потребования у все выступления проводятся под живое музычное сопровождение або акапельно. Фонограммы любого виду выключаются. Оценивая конкурсные выступления высокопрофессийные журы, у состава якого у выходят «Деячая культура» и «Мастастова» ведущие педагоги ВНУ славянских краин, композиторы и вокалисты. На мой взгляд, белорусская народная песня в последнее время уже теряет свое обличие. Она больше появляется в обработанном виде, я бы сказала, непрофессиональном. Очень мало остается носителей традиционной белорусской культуры. И я считаю, что нужно поддерживать такие конкурсы, давать им жизнь, дорогу в жизни. У галоконцерта, який проходил у Рыжеской детячей школе «Мастастова» выступили члены журы и переможцы отборочного тура. Финал творчего споборництва по традиции будет проходить в городе Козельске Калужской в области. Конкурс корастается великой популярностью, что вот сбирая на одной сцене мостных выканалцев взрослых краин свету. В этом году мы усложнили задачу, потому что мы сделали первый тур отборочный по видеозаписям, в котором приняло это участие 48 конкурсантов из Беларуси. Отобрано было для второго тура 26 конкурсантов. Из них четверо удостоятся от этого звания представить нашу страну в финале. Участверку счастливчиков, який умает отправиться у Козельск, трапила Новополосского музыкального колледжа Ксения Драуницкая. Девчина профессийно займается музыкой с 4-х годов. Ксения признается, до конкурса рыхтовалась старанно и отказно. В этом конкурсе я участвую уже второй год. В том году я заняла второе место, а в этом году я стала лауреатом. Я поеду представлять нашу страну в Россию. Я очень рада, что мне предстоит такая возможность. Я очень волнуюсь и надеюсь, что все хорошо получится. Вероника Врашилина, Валериха Панько, телерадуя компания «Гомель» с Рэшицы. И об спорте. Знову на третьей позиции хоккейный клуб «Гомель» завершил выступление в национальном чемпионате. Сезон был складанный, неоднозначный, а легомельчане не дозволили себе снизить летошнюю планку. Зравнявши лику полфинальной серы с «Шахтером», «Гомель» подарил своим болельщикам надею. Пятый матч у Солигорску Рыси крыудно проиграли, не забивши ни одной шайбы. Ставка рабилася на домашнюю сустречу. Крыудное поражение на выезде быцем подганяло Рысио, але и трохи туманило голову. За лишняя жвавость, неоднозначные рашения арбитров, и вось вам не потребны выдаления. «Шахтеру» в этом плане так само подарил пару моментов, але Рыси у парт одмавлялесе реализовывать перовагу. Подножка Павла Масиянки под конец першой трэти Балюча отгукнулась у другим перейде, який Рыси подшинали у меньшасти. Артему Дямкову спотребилася 21 секунда, кап открыть лику матчы. А потом Гомель литерально перестал выбираться с выдалению. Четырехвилинный штраф отрымал Андрей Башко, и не поспел выезти на лед, як Николай Сюсла подарил коллегам больше за хвилину у складе 3 на 5. И Гомельчане стойко и мужно перонесли страты, але тольки-тольки скончилось агэто покаранье, як гости забили знову. Соперник был ранен, соперник хотел реабилитироваться, поэтому два периода практически ничего не позволило сделать нам впереди, да, за два периода мы нанесли в створ ворот, там 7 или 8 бросков всего. И я так думаю, что вратарь, видимо, был к ним не готов, потому что залетели два броска, когда он холодный. Они имеют место быть, да, галлы. У третьей периоде руки себе Кончаткова взял шахтер. Выверенная схема соперника не дозволила господарам Люду створить больше-меньш серьезные моменты. Ну, два. Ну, также я хочу поблагодарить своих хоккеистов, то, что могли, команда билась, до последнего мы даже сегодня вышли, мы верили в победу, хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось. Да, преимущество было, как Ильинич сказал, в атаке, но такого последнего броска, к сожалению, в завершающей стадии не было. 4-2 на корыж шахтера, таки выниковыли куполу финальной серии. У ее рыси змагалися, як могли. На вышине была и патрынка трибун, на стады плей-офф свободных мест в лядовом не было. Шахтер уже рыхтуется доголовной битвой финальной серии супрасеминской юности. А Гомель поколе анализует и подводит выники. Бронза, как и годом ранее, не горш, а ле уже який сезон и не лепш. Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянко, Пелерадуя, компания Гомель. На этом наш ранешний выпуск завершен. У студы працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин